Швеция это уникальная страна она перерабатывает 98 процентов мусора это переработанные материалы в результате которого появляются такие обалденные дизайнерские вещи на самом деле это мешковина примерно таких на странице картошка всем привет друзья с вами наташа мартынова и вы на моем youtube канале о дизайне интерьеров сегодня необычный формат я прилетела из стамбула и сейчас нахожусь в барселоне для того чтобы перелететь в стокгольм и показать вам самые трендовые новинки выставки самые новые формы мебели а еще покажу свой дизайнерский отель и мы прогуляемся с вами по магазинам декора которые есть стокгольме полетели вообще швеция это страна где максимально комфортно всем людям и животным растениям и вот такие же вы изгороди мы с вами еще увидим на выставке куда я сейчас отправляюсь сейчас поднимаюсь наверх и ищу поезд до выставки ну что друзья всеми правдами и неправдами я добралась до стокгольмской выставки дизайна стучит со мной мой чемоданчик потому что я сразу отправилась на выставку и только потом веселюсь в отель ну что вэлком ту стокгольм я внутри выставочного центра сделала уже себе бейдж и отправляюсь за новинками и у и Один из главных трендов сейчас – это получить как можно больший киноэстетический опыт. Сделать так в интерьере, чтобы все хотелось потрогать, и это было классно и в кайф. Мне очень понравилось оформление стенда компании Ogi Borg. Это шведская компания. Они сделали ковровое покрытие практически повсюду. Полностью обили стены со всех сторон. И к этому стенду я сама подходила раза два. Мне хотелось его потрогать, пощупать или что-нибудь, например, написать что-нибудь интересненькое. Смотрите, какая маленькая подзарядочка для дивана. Очень удобно, с учетом того, что все с телефонами, и сел, подзарядил и пошел дальше. Или не пошел и остался с бокальчиком вина. Швеция – это уникальная страна. Она перерабатывает 98% мусора. Куда уходит весь мусор? Вот мы находимся, представьте себе, центр мусорной кучи. Только это не куча, а это переработанные материалы, в результате которого появляются такие обалденные дизайнерские вещи. Что можно переработать? Переработать на самом деле можно все. Компания Target, которая занимается производством полов, линолеумов, ламинатов, активно занимается также и переработкой. Я сейчас сижу на таком пьедестале, который сделан из полностью переработанных материалов. Сейчас покажу поближе. Если присмотреться, можно найти какие-то обрывочки бумаг. Они все разноцветные, спрессованные. На самом деле по этому покрытию можно отлично ходить ногами. Ну что, готовы заглянуть со мной в будущее? Я стою на фоне стены из переработанных материалов, переработанного пластика. И самое главное, рядом с креслом. Нет, это не кресло. Вот, кресло и лежак. И все эти предметы мебели, внимание, напечатаны на 3D принтере. Видите, здесь характерные линии. Они получаются, когда идет печать на 3D принтере. Это пластик, который можно использовать как на улице, так и внутри дома. Кабинка, которая что-то активирует. Я сейчас попаду внутрь и пойму, что там будет активировано. Здесь несколько режимов. Режим релаксации, обновления и активации. Нажимаем активацию. После выставки нужно активироваться. Она вибрирует, вибрирует. Тут такая вибрация идет. Вау. И музыка. А, и вибрация идет по всему телу. В общем... До встречи через 12 минут. Вот вам идейка, у кого остались дома половички, креативные классные люстры. А если к ним добавить еще яркие стульчики, вы сделаете просто бомбу у себя дома. Мне удалось найти такую точку, с которой можно снять все самые трендовые цвета этого и последующих лет. Ловите их. Это фиолетовый, оранжевый, охристый. Все цвета земли, все природные оттенки. Нежно-белые, песочные и насыщенные коричневые цвета. Традиционная для Скандинавии композиция из мебели. Это низкий достаточно диван. Два кресла. Ну, здесь даже они масштабнее, чем это обычно происходит. И люстра, которая висит над столом, объединяет пространство очень низко. Так что можно ее потрогать, а можно на Рождество и, например, украсить. Еще здесь разные текстуры собраны. Это ткань буклея. Гладкие поверхности, причем кажется, что это пластик, а это деревянные столики, сделанные под пластик. Это на самом деле дерево. И на столе стоит ваза природных таких форм. Кажется, что это немножко развернутая ракушка. Это все-все тренды этого и последующих лет. Ловите их. Субтитры сделал DimaTorzok На стендах по традиции очень много зелени. Она интегрирована буквально везде. И на потолке, вот вы видите, и стоят цветы, кашпо внизу. И даже в перегородках, офисных пространствах, даже на столе везде стоят цветы. И озеленение, и максимальное такое обуючивание пространства – это тоже тренд. И если вы разводите цветы, то не время останавливаться. Главное – сделать это красиво, вписать это в интерьер, сделать стильные кашпо. Возможно, они будут вообще нейтрального цвета. И тогда ваш интерьер заиграет новыми красками, как, например, вот здесь. Зеленый – это новый черный. Ловите все оттенки зеленого цвета. А если повернуть голову от этого стенда, то мы найдем... Опа! Еще больше оттенков зеленого. Это мебель для офисов и забавный домик, в котором можно посидеть и поработать. Классно возвращает детство и делает работу рутинную, возможно, не такой скучной. Там, где нельзя встроить живые растения, можно сделать их искусственными. И они тоже будут смотреться, как растения. Еще на выставке представлено очень-очень много вариантов, как украсить свой дворик. Шведы очень любят находиться на воздухе, причем зимой и летом, в любую погоду. Хотя температура воздуха у них примерно как у нас. Но вот аудор пространства – это то, чему они посещают много времени. И создаются очень классные вещи. Например, вот такие вот лавочки-колбаски, мягкие, которые можно поставить на улице со столиком. Поставить бутылочку или бокал и отдыхать. Лавочки, можно в них что-то хранить, например, садовую утварь. Или вот, например, столб, где вешаются объявления. Уже встроенная подсветка, можно повесить какие-то объявления. И все это доступно и очень удобно. Местная пресса. Очень много на выставке различных кабинок, где можно работать в офисе. А вот кабинка, как можно работать на улице, непромокаемая. На самом деле, конструкцию несложно сделать. И кому нужна идея, ловите. Вот она. И есть еще, например, совсем для интровертов. Я бы за таким поработала. Вот к этому стенду утром было не подойти. Здесь очень лаконичная мебель в стилистике Джапанди. Соединение Скандинавии и Японии. И посмотрите, как отделаны стены. Издалека мне показалось, что это шелк. На самом деле, это мешковина. Примерно в таких у нас хранится картошка, в таких мешках. Вот эти стены, когда натянутая мешковина, смотрятся просто феерично. Вот уже объявляют, что пора уходить. А я все еще не ухожу. Хочу показать вам все самое вкусное и интересное, что было на выставке. Вообще тут очень удобно. И городской транспорт даже не хочется... Ой, смотрите, какая стена тут. Тренд. Радиентность. Не хочется даже пользоваться каким-то другим транспортом, потому что все очень удобно. Но, может быть, я все уже знаю. И поэтому я вышла из павильонов. За 10 минут добралась до сити-центра. И сейчас буду искать свой отельчик. Всем привет. Хочу показать вам свой отель и номер, в котором я живу. Как сделать помещение маленькое большим? Во-первых, смотрите, цвет потолка совпадает с цветом стен. И двери тоже выкрашены в цвет стен. И у нас нет по картинке разрушения какого-то. У нас все вместе, как коробочка. Огромное зеркало. Причем оно круглое. В металлической раме. И этот цвет переходит у нас... Давайте зайдем с вами в ванную комнату. Лаконичная, душевая. Ничего лишнего. Это скандинавский дизайн. И вот он, морковный красный, у нас здесь на тумбе. Шведы были бы не шведы, если бы не было раздельного мусора. Здесь есть две корзины. Это очень-очень удобно. Так, и с вами мы попадаем из ванны, из душа в комнату. Вот все, что вы хотите у себя в номере, все здесь есть. Во-первых, рейлинги. Это вот они с вешенками. Сюда можно повесить одежду. Поскольку нету шкафа, то одежду можно повесить здесь. Можно повесить на крючки. Кстати, крючки металлические, мраморные. Они разные по диаметру. И вот здесь, вот этот рейлинг, который начинается от коридора, не показал вам, кстати, такой милаш. Смотрите, бархатный, опять же металлический, латунный. И вот этот рейлинг, он идет на всю-всю... Телевизор, привет! На всю-всю комнату. И тоже разные по диаметру. Создается такой уникальный ритм. Немножко как музыка, как разные ноты. Это большой крючочек, маленький крючочек, малюсенький. И на эти крючки можно повесить все, что угодно. И еще, что меня удивило и поразило, это система хранения под кроватью. С одной стороны и с другой. Ну и то, чем уже не удивить никого, это USB входа для телефонов. За мной постер. Этот постер собирает все цвета в номере. И доска для объявлений, где можно почитать, какие есть правила безопасности. Маленький блокнотик с карандашом. Номер 3 звезды, но все максимально продумано. Подоконник здесь сделан из гранита. А что вот это такое, я не разгадала. Если честно, напишите в комментариях, как вы думаете, что это. Какая-то металлическая штука. Здесь написано Бахо. Она развинчивается, крутится. Но какой у нее функционал, я не поняла. Может быть, вы знаете. Это не батарея, потому что батарея, вот она, она рядом. Может быть, письма сюда засовывали. Не знаю, напишите в комментариях. Ну, а я отправляюсь гулять по Стокгольму. Субтитры сделал DimaTorzok. H&D Home – это огромный магазин в Стокгольме. Сюда заходят и дизайнеры, и покупатели, которые занимаются постоянно декорированием дома. Что впечатляет здесь? Это живые цветы, это темные стены, на фоне которых декор смотрится особенно привлекательно. Здесь показывается, как можно декорировать пространство. Не просто вазочки стоят, а все они в интерьере. И, конечно, меня, как дизайнера, поражают масштабы. Похожий магазин у нас был в центре Москвы. Ну, не совсем в центре, в авиапарке, но H&M Home закрылся. Поэтому вот здесь у меня есть возможность подсмотреть какие-то новые веяния, новые тренды в декорировании пространства. Ну, и, конечно, это бионические формы, это стекло, разноцветная, затемненная, керамика. Вот эти вот статуэтки у нас были представлены какое-то время. Очень-очень много стекла. Именно такого с обработанным ощущением и крокелюра, и какого-то мороза, и различные, опять же, природные формы. Вот этого сейчас очень много в магазине. Играет музыка Я прошла всю выставку. Это три огромных павильона. Показала вам все самое интересное. Отметила, что очень много яркого красного цвета. Даже видите, вот этот стенд сделан полностью в красном цвете. Это очень нестандартно для Швеции. Красный цвет – это цвет и агрессии. Дизайнеры считывают то, что происходит в современном мире. Но это и цвет любви. Поэтому любите друг друга, и любите друг друга активно. С вами была Наташа Мартынова. Подписывайтесь на мой канал. Не переключайтесь. Специальный Стокгольм. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok